2 февраля россияне отметят знаменательный день в истории нашей страны. День воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. С тех пор минуло 72 года, но память о двухстах героических днях обороны будет передаваться из поколения в поколение. Кто-то узнает о событиях тех страшных лет из уст ветеранов, а кто-то по полуистлевшим, пожелтевшим письмам фронтовиков. В июле 42 года развернулась величайшая битва Великой Отечественной войны. За несколько месяцев Сталинград превратился в море огня, дыма, пыли и развалин. Зарево пожаров не угасало. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. В Сталинградской битве было уничтожено полтора миллиона фашистских захватчиков. Это четверть сил всей германской армии. При обороне города погибли более 700 тысяч советских солдат и офицеров. Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей и явилась коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. У Волги решалась судьба всего человечества. По масштабу и ожесточенности мир не знал еще сражений и равных этому. Память о Сталинградской битве жива до сих пор. Ее отголоски хранятся в музее. В нашем Славянском районе живут ветераны Великой Отечественной войны, которые участвовали в разгроме фашистов под Сталинградом. Их осталось всего пять. Пройдут века, тысячелетия, а немеркнущая слава отважных защитников города Сталинграда будет вечно жить в памяти народов мира. А для нынешнего поколения – победа, ярчайший пример мужества и героизма советского солдата. Прикоснуться к истории, узнать о подвигах наших прадедов сегодня можно в историко-краеведческом музее. Там хранятся важные документы, история Великой Отечественной войны глазами ее участников, письма солдат с мест, где шли ожесточенные бои. Милая Тонечка, я не знаю, прочитаешь ли ты когда-нибудь эти строки, но я твердо знаю, что это последнее мое письмо. Сейчас идет бой жаркий, смертельный, наш танк подбит. Жара невыносимая, хочется пить. Воды нет ни капельки, твой портрет лежит у меня на коленях. Я смотрю на него, на твои голубые глаза, и мне становится легче, ты со мной. Мне хочется с тобой говорить много-много, откровенно, как раньше, там, дома. Именно так наши отцы и деды, а для кого-то уже и прадеды, сидя в землянках и окопах, в редкие часы передышек и затишье обращались к своим женам и матерям, стараясь хотя бы ненадолго заглушить невыносимую тоску по семьям и родным местам, с которых их безжалостно вырвала война. Старая бумага упорно заворачивается по сгибам, продавленным более 70 лет назад. Выцвели чернила, поблекла типографическая краска на почтовых открытках. Письма с фронта до сих пор бережно сохраняться в историко-краеведческом музее. У каждого своя история, счастливая или печальная. Письма с фронта, заветные треугольники, которые ждали все женщины в далеком тылу. Бывало и так, что иногда весточка с фронта о том, что родной человек жив и здоров, приходила после страшного казенного конверта. А матери и жены верили, похоронка пришла по ошибке и ждали годами, десятилетиями. Сделать своими руками заветные треугольнички в канун годовщины победы в Сталинградской битве попробовали и самые юные славянцы. Я пришла в музей, чтобы посмотреть на все, узнать информацию и сделать вот такое вот письмо. Это письмо, когда нас еще не было, войны, и писали на этих письмах мамам, папам письма. И наши прадедушки и прабабушки. Солдаты писали своим родным, маме, папе письма, что у них все хорошо, мы побеждаем. Со времен Великой Отечественной войны прошло 70 лет, а 72 года назад советские войска одержали победу под Сталинградом. Сегодня во многих семьях есть шкатулка, где хранятся фронтовые письма, фотографии и боевые награды. У каждой семьи своя история, но всех объединяет одно – трагические события Великой Отечественной войны. До сих пор письма с фронта, обожженные, надорванные, полуистлевшие, трогают до глубины души. С годами не забываются уроки той войны, горькие и победные. И каждый раз в Дни воинской славы России как-то по-особенному звучат слова «Подвиг народа бессмертен». Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...